Сегодня о бариатрических операциях расскажет врач-хирург, кандидат медицинских наук, руководитель Центра хирургии ожирения СМ-клиника, заместитель главного врача по хирургии СМ-клиника на улице Клары Цеткин, на улице Сенежская, Давыдов Владислав Георгиевич. Здравствуйте, что такое бариатрическая хирургия? Бариатрическая хирургия – это раздел хирургии, который направлен на лечение больных с ожирением и лишним весом с помощью хирургических методов. Пациенту выполняется операция, которая меняет анатомию желудочно-кишечного тракта и позволяет пациентам меньше калорий усваивать. Эти операции разделяются на операции рестриктивные, направленные на уменьшение объема желудка. И операции комбинированные, когда вместе с уменьшением объема желудка еще и часть тонкой кишки выключается из пищеварения, то есть пациент не просто съедает меньше пищи, но и меньше пищи съеденной пациентом усваивается. Чем бариатрическая хирургия отличается от пластической? Бариатрическая и пластическая хирургия – это совершенно разные направления, и даже их нельзя сравнивать. Хотя, конечно, многие пациенты считают, что лишний вес – это только внешний вид. На самом деле, далеко не так. Пластическая хирургия – это операции на мягких тканях, на коже, подкожной клетчатке для того, чтобы создать пациенту эстетически красивый внешний вид. Бариатрическая хирургия, в первую очередь, призвана для того, чтобы бороться с сопутствующими ожирению заболеваниями, такими как сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертония, опноэ, сна, остановки дыхания во сне, проблемы с суставами и много-много других заболеваний. А красивый внешний вид – это приятный бариатрической операции, и не основное, еще раз повторюсь, на что направлен этот вид хирургии. Поэтому отличия кардинальные. Пластическую операцию целесообразно выполнять как раз после бариатрической, когда пациент снизил вес, когда у него, возможно, образовались излишки кожи, и тогда уже пластический хирург сможет сделать коррекцию, чтобы внешний вид пациента соответствовал ожиданию. Какие показания к бариатрической операции могут быть? Бариатрические операции, естественно, имеют свои показания. В первую очередь, хирурги ориентируются на индекс массы тела, соотношение веса и роста пациента, сколько килограммов веса приходится на квадратный метр поверхности тела пациента. Если индекс массы тела составляет 40 килограммов на квадратный метр, надо сказать, что в норме он до 25, то есть в полтора раза больше нормы, то уже возникают показания для бариатрической хирургии, и пациенту нужно рекомендовать обратиться к бариатрическому хирургу. Если индекс массы тела пациента составляет 35 и больше килограммов на квадратный метр, то и у пациента есть те сопутствующие заболевания, а именно сахарный диабет 2 типа, гипертония, проблемы с суставами, остановки дыхания во сне и много-много других состояний, связанных, на которые можно повлиять путем уменьшения массы тела, этим пациентам также показана консультация бариатрического хирурга. Более того, в современном мире, в современной бариатрической хирургии показания расширяются, операции становятся все более безопасными, и если индекс массы тела пациента меньше 35, но у него есть сопутствующие заболевания, то этого пациента тоже может консультировать бариатрический хирург, и, возможно, операция позволит ему избавиться от этих заболеваний. Есть ли противопоказания к бариатрической операции? Да, бариатрические операции имеют ряд общих противопоказаний. Это, в первую очередь, беременность и кормление грудью, язвенная болезнь желудка, 12-перстные кишки, нелеченные экологические заболевания давностью менее 5 лет, психические расстройства и тяжелые сопутствующие заболевания в стадии субкомпенсации и декомпенсации, которые могут являться противопоказаниями для любого вида хирургии на самом деле. Нужна ли подготовка к бариатрической операции? Перед бариатрической операцией пациенты в обязательном порядке проходят подробнейшие обследования, поскольку операция вмешивается в обмен веществ, и нужно знать состояние организма пациента перед операцией. Пациент издает общий анализ крови, биохимический анализ крови, показатели свертываемости, группу крови. Анализ на необходимые гормоны, в частности щитовидной железы. Пациентам делаются УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, вен нижних конечностей, малого таза, УЗИ сердца. Необходимо в обязательном порядке сделать гастроскопию, осмотр желудка, поскольку операция в основном выполняется на желудке. И пациентов по показаниям смотрят кардиолог, эндокринолог, в обязательном порядке терапевт и анестезиолог. Если у пациента есть сопутствующие заболевания, если индекс массы тела пациента очень большой и есть вероятность того, что операция будет трудно переносима, пациенту, конечно, нужно к операции подготовиться дополнительно. Как минимум, желательно снизить вес, хоть даже незначительно, поскольку это позволит облегчить переносимость пациента в операции и выполнение операции хирургом. Если пациент курит, то желательно за длительный срок, 3-4 недели, по возможности отказаться от курения, отказаться от приема препаратов, которые могут влиять на свертываемость крови. Это основные моменты, которые нужно учитывать пациентам при подготовке к операции, но, естественно, их учтет за пациентов и их лечащий врач. Как проходят бариатрические операции? В настоящее время мы практикуем такую схему. Мы госпитализируем пациентов за сутки до операции в стационар. Если у пациента нет серьезных сопутствующих заболеваний, которые могут потребовать до обследования, то обычно суток на полное обследование хватает. С утра пациентам делаются анализы, УЗИ, гастроскопия. К вечеру анализы готовы, смотрят необходимые специалисты, терапевт, эндокринолог, анестезиолог. И на следующий день можно выполнять операцию. Нужно сказать, что накануне операции пациенту обязательно проводится профилактика тромбоэмболических осложнений, поэтому их госпитализируем накануне и вводим им специальные препараты за 12 часов до операции. На следующий день пациенту выполняется операция. Все бариатрические операции в современное время выполняются лапароскопическим малоинвазивным путем. Через несколько небольших проколов и большого разреза для выполнения этих операций не требуется. Время, которое занимает операция, составляет где-то от часа до двух, двух с половиной часов, в зависимости от объема и сложности выполняемой операции. После операции, если она выполняется с утра, то к вечеру пациент уже активно встает и ходит. Если она выполняется вечером, то, естественно, на следующее утро пациент входит, встает, активно двигается. На следующий день после операции мы разрешаем пациентам пить. Еще сутки под нашим наблюдением пациент в стационаре пьет и на четвертый день уходит домой со всеми подробными рекомендациями. Большинство пациентов уходит на третий день. Чувствуют они себя хорошо и готовы идти домой, поэтому задерживать необходимости их нет. Сколько длится период реабилитации после бариатрической операции? В среднем пациентам мы даем рекомендации на месяц после операции. В течение этого месяца пациентам нужно постепенно перейти от жидкости к обычной пище. То есть первая неделя это вода, бульон, кисель, компот, вторая неделя пюре и с третьей недели пациенту переходит на обычную пищу. Ну а также в течение этого месяца воздержаться от тяжелых физических нагрузок. Домашние дела, пешие прогулки, все это можно. Через месяц, если хотите, можно посещать спортзал. Какие рекомендации после проведения бариатрической операции существуют? После реабилитационного периода пациентам, конечно, не нужно забывать о том, что им была выполнена операция. И операция серьезно вмешалась в объем веществ. Начнет снижаться вес, вместе с тем при некоторых операциях возможны потери микроэлементов и витаминов, поскольку объем съедаемой пищи существенно уменьшится. И по всем международным рекомендациям, первый год после операции раз в три месяца, второй год после операции раз в полгода, и с третьего года, хотя бы раз в год, нужно пациентам проходить подробнейшее обследование, с изучением обмена веществ, выполнять гастроскопию, узью органов брюшной полости, консультироваться у диетолога-эндокринолога, и если необходимо, то у бариатрического хирургии. Как скоро будет виден результат после проведения бариатрической операции? После бариатрической операции пациенты начинают замечать результат по снижению веса практически сразу. В первые месяцы, в зависимости, конечно, от исходной массы тела, могут пациенты потерять от 6, 8, 10 и даже более килограммов, если исходный вес очень большой. Но это не самое главное, поскольку вместе с весом у пациентов начинают уходить проблемы со здоровьем, становится легче дышать, нормализуется сон, нормализуется сахар крови, артериальное давление и многие-многие другие заболевания в течение этих заболеваний улучшаются уже в первые месяцы после операции. Многие пациенты стремятся увидеть на весах каждый день минус по килограмму. На самом деле это не всегда бывает, и очень частая ситуация – это плата так называемая, когда вес встает и не снижается в течение нескольких недель. Пугаться этого не нужно, это нормальное состояние, когда организм адаптируется, привыкает к новому уровню обмена веществ, и в последующем вес все равно продолжит снижаться. Общая потеря веса занимает где-то год-полтора. Первые месяцы быстрее, потом помедленнее, но в среднем пациенты за год-полтора теряют от 60 до 90% от лишнего веса в течение этого периода. Не от того, что есть от лишнего веса, от 60 до 90% в зависимости от вида операции. Спасибо вам, Владислав Георгиевич. Спасибо вам, уважаемым пациентам. Хочу сказать, что лишний вес – это не только внешний вид, но и много-много проблем, связанных со здоровьем, поэтому необходимо за этим следить, своевременно обращаться к докторам. Ну а если борьба с лишним весом становится все более и более трудной, на помощь приходят бариатрические хирурги, поэтому обращайтесь, с удовольствием вам поможем.